Мы решили сегодня показать для вас подборку из пяти универсальных ароматов на предстоящую зиму. А говорю сразу, это не те ароматы, которые я люблю, обожаю и которыми я пользуюсь. Это просто хорошая проверенная мужская классика, которую можно покупать спокойно и пользоваться предстоящей зимой. Добро пожаловать в мир благоухания и незабываемых альфакторных открытий. Меня зовут Вадим и вы на канале Vador. Сделаем первый вдох. Черная пятница. Самый важный день в году перед Новым годом. Именно в этот день вы можете купить все, что хотели с безумной скидкой. В честь Черной пятницы у Birdman стартует глобальная распродажа со скидками до 30% на всю косметику. При заказе двух активаторов роста из серии классик, мало того, что получаете скидку 30%, так еще и третий флакончик вы получаете абсолютно бесплатно. Самое время выгодно закупиться не только курсом масел для роста бороды, а также подарками для своих родных и близких. Кроме того, в период Черной пятницы в Birdman проведет конкурс, в котором будет 3 места за 3 самых больших чека. За первое место вы получаете набор Gold. 5 средств в одном наборе. Все, что нужно для роста и ухода за бородой. Кроме того, вы получаете бесплатную консультацию со специалистом по вопросам роста бороды. За второе место вы получаете интенсивный курс от Birdman. 3 масла, 2 из серии классик и уходовая протект плюс. А за третье место вы получаете 3 активатора роста из серии классик. Не пропустите Черную пятницу, переходите по ссылке в описании к этому ролику и заказывайте свой мощный курс для роста бороды. Сегодня у нас будут разные ароматы в подборке, как я и сказал. 5 флаконов. Начинаем от самого дешевого и двигаемся в сторону более дорогих вариантов. И первым ароматом, про который хотелось бы рассказать, это Lalique Ombre Noir. В недавнем ролике я уже упоминал этот парфюм. Это хорошая бюджетная работа, которая пахнет гораздо дороже, нежели она стоит. Вообще, я немного поражаюсь с бренда Lalique, потому что у них получается делать не только качественные ароматы, но еще и качественные флаконы за относительно небольшие деньги. И это не может не радовать, потому что 5-6 тысяч российских рублей, это, я считаю, очень достойной ценой за подобный флакон парфюма. В белорусских это примерно 200 белорусских рублей. Чем он пахнет? Композиция на тему такой легкой вишневой дымки. Будто вы зашли в помещение, где курили кальян или курили сигары. Вы чувствуете такой легкий дымный вишневый аромат. И кроме этого, вы чувствуете пары алкоголя, виски или коньяка. Это красивая работа, не похож на классический Lalique Uncornoir. Где-то может перекликаться с Lalique версии Extreme, но Extreme звучит суше, более пряно и более дерзко. Он может понравиться не всем. Вот эта работа понравится большинству людей. Шикарный аромат, как я и сказал, с отличной стойкостью, около 5-6 часов. Флакон 100 мл стоит недорого, взяли и смело пользуйтесь. Кроме того, в нем есть хорошая особенность. Это вроде бы алкогольно-пряно-такой сладковатый парфюм. Но при этом в нем есть такая пряная свежесть, которая отлично будет проявлять себя и в более теплое время года. То есть вы сможете пользоваться им как зимой, так и весной. Универсальный аромат на каждый день. Нестареющая классика от бренда Mancera. Red Tobacco. Я не то чтобы являюсь фанатом этого парфюма, хотя это был один из первых флаконов, которые я купил себе в коллекцию в качестве нишевого аромата. Я с него просто офигевал. Хотя первый вдох, когда я его вдохнул в магазине, я подумал, бля, какое это говно. Потому что в то время для меня эталоном парфюмерии был Carolina Herrera 212 Men. Но, возвращаясь к Mancera Red Tobacco, сколько бы времени не прошло, я понимаю, что люди любят этот парфюм, люди хотят им пользоваться. Это отличное сочетание цены и качества. Аромат, как можно понять из названия Red Tobacco, на тему красного табака. Но табак здесь не просто красный, он скорее вишневый. Это аромат такой терпкой вишни. Хочется сказать сладкой, но она не то чтобы сладкая, она скорее вымочена в алкоголе. Вот знаете, продаются такие торты-пирожные, где сверху стоит такая красненькая вишенка наливная, и она пропитана ликером. Вот что-то такое ликерно-вишневое чувствуется мне в Mancera Red Tobacco. Когда вы носите его на кожу, он начинает раскрываться древесными нотами, то есть там такой ут начинает проявляться. В нем чувствуются ванильные ноты, в нем чувствуется легкая кожаная нота. Несмотря на всю строгость и, хочется сказать, терпкость этого парфюма, люди, когда его пробуют, наверное, процентов 90, говорят, вау, вот это ароматище. Он станет идеальным вариантом вашей коллекции, как парфюм на зиму, даже на каждый день. Если с ним не перебарщивать, он не будет надоедать. Но если перебарщить, то, конечно, могут быть вопросики. Mancera Red Tobacco отличный вариант. Стойкость безупречная. Шлейф бесконечный. Вариации флаконов 60-120 мл. Цена доступна для каждого. Это номер 2 в моей подборке. Далее. Аромат, который я попробовал недавно, но сам по себе он, по-моему, 2020 года. Это бренд из Великопритании. Electimus. Такое название грандиозное. Аромат называется Imperium. Что хочется сказать о нем? Вот этот парфюм станет также идеальным универсальным солдатом в гардеробе мужчин. Да, в принципе, и женщины его смогут носить, как, в принципе, и Роттабака. Да, в принципе, как и Лолик могут девушки носить. Electimus Imperium это аромат, вдохновленный двумя парфюмами. Крит Авентус и Нишаны Ани. Это что-то среднее между ними. Чем-то напоминает Монсеррат Седрат Буазе. То есть на старте вы чувствуете такой прям ванильный, приятный, немножко ананасовый старт, сладковатый, который постепенно вот утихает. И далее аромат раскрывается такой древесно-кожаной фужерной базой. В духе Крита Авентуса оно более мягкий, более носибельный, хочется сказать. Кстати, для меня, кто не в курсе, Крит Авентус не то чтобы супер хороший парфюм. Он, безусловно, крутой, но меня он душит. Electimus Imperium мне нравится больше. Он звучит не так надоедливо, он более мягкий, как я и сказал, и в нем чувствуется сластинка. Он красиво раскрывается на коже. Он сидит долго, но при этом довольно близко к коже. То есть он не будет отдавать какой-то невероятно длинный шлейф. Скорее всего люди почувствуют его на расстоянии максимум вытянутой руки, скорее вытянутого локтя. Или локтя? Напишите в комментариях, как правильно. То есть при близком контакте человек его ощутит. Так он не будет отдавать какой-то надоедливый шлейф. И вот этот аромат станет идеальным вариантом для тех, кто ходит на работу, на учебу, хочет вкусно пахнуть, дорого пахнуть и при этом не надоедать. Electimus Imperium ставлю большой лайк за аромат и два огромнейших лайка за дизайн флакона. Просто что-то невероятное. Крышка и флакон весят каких-то непонятных, весят какие-то непонятные цифры, тяжеленный. Если кому-то не понравится аромат, в принципе можно кинуть флаконом и будь что будет. Поехали дальше. Как же в этой коллекции, в этой подборочке не обойтись нам без чего-то такого экстравагантного? Решил добавить сюда аромат от бренда Xержов, называется Naxos. Купил его относительно недавно, хотя с самим ароматом знаком очень давно. Это тоже такая устоявшаяся классика на тему табачно-медового такого послевкусия. Если вы хотите себе парфюм, скажем, с эффектом вау, вот в духе Монсера Red Tobacco, если вы хотите парфюм, который будет оставлять красивый шлейф, парфюм, который понравится большинству людей, при этом вы готовы на него потратиться, он не дешевый, то есть Red Tobacco стоит значительно дешевле, чем Xержов. Если вы готовы на него потратиться, то рассмотрите Naxos. Это идеальный табачный аромат, который понравится большинству. В этом его плюс и в этом его минус. Плюс в чем? Ну, как я и сказал, он понравится большинству. Если вы ищете что-то вот такое универсальное, он хорошо подойдет. Если вы смотрите в сторону каких-то необычных композиций, вам хочется чего-то уникального, ну, Naxos станет не тем ароматом, который я бы советовал покупать, хотя он не нравится, но уникальности в нем чуть меньше. Но, как я и сказал, у нас сегодня подборка универсальных ароматов. Не перебарщивайте с ним, стойкость у него отличная, шлейф заметный, 2-3 распыления, будете круто пахнуть. В любом помещении вам сделают комплименты. И последний аромат, который хотелось бы отметить в этой подборочке, это аромат от бренда Tom Ford. Я долго думал, какой аромат сюда добавить, я решил взять Noir Extreme. На зиму это просто что-то невероятное. Это сладкий ванильный аромат, который пахнет десертом кульфи. Я ни разу не пробовал десерт кульфи, но это настолько необычное сочетание, как будто ты вдыхаешь растопленный пломбир, который присыпали, хочется сказать, солью и пряностями. То есть он одновременно сладкий, и в нем чувствуются легкие солоноватые ноты. Шикарный аромат с отличной стойкостью, когда его наносишь на кожу, он начинает немножко припудриваться и становится похожим на Dior Om Intense. Но Dior Om Intense это вот такое строгое мужское звучание. Здесь оно более расслабленное, более молодежное, более современное, скажу, но с такой натяжечкой, наверное. Dior он такой более возрастной. Noir Extreme более молодежный, как я и сказал. Прекрасный аромат. Опять же, не перебарщивать, отличная стойкость, хороший шлейф на расстоянии вытянутой руки, его ощутят. Да, это уже не бюджетный аромат, но 50 мл можно купить по хорошей цене. В принципе, Ксержов и Том Форд, они примерно в одном ценовом диапазоне, но, опять же, если это для вас будет дорого, рассмотрите вариант покупки ароматов, которые я показал ранее. Но я уверен в одном, что каждый из этих парфюмов станет отличным вариантом на зиму, вне зависимости от того, что вы купите. Рассчитывайте на свой бюджет, не покупайте копии, не покупайте подделки, берите строго оригинальную парфюмерию. Спасибо вам за просмотр, дамы и господа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях напишите пять вариантов парфюма, которые, по вашему мнению, могли бы стать универсальными солдатами в гардеробе мужчин, ну, или смелых женщин. Кстати, эту подборку я изначально планировал сделать для мужчин, но я вот на нее смотрю, в принципе, девушки могут ей пользоваться, даже несмотря на то, что это Том Форд, Нуар Экстрем, как бы он был для мужской аудитории выпущен, но я думаю, девушки им спокойно смогут пользоваться и никто им не скажет, что они пахнут мужским ароматом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого наилучшего и ароматных дней.